Всем привет, ребятки, с вами Джофф. А вы помните те времена, когда в нашей игре только-только появился такой премиум танк 8 уровня, как Т-54, первый образец? Я вот лично помню, это было по-моему в 2013 году, если не ошибаюсь. Тогда еще в игре была карта «Скрытая деревня». И я помню, как именно на этой карте впервые выехал на этом премтанке 8 уровня, и первое мое впечатление от этого танка было просто «Вау!» Неужели на СТ-шке 8 уровня броня, как у среднего танка советского 9 уровня? Что в принципе понятные названия, потому что Т-54, первый образец, это прототип Т-54, который у нас на 9 уровне. Опять же, если я не ошибаюсь. Но этот первичный вау-эффект быстро сменился очень горьким разочарованием. Потому что быстро всем стало понятно, что никакая супер-пуперка для 8 уровня броня не компенсирует то, что у Т-54, первый образца, очень-очень плохая динамика и очень плохая пушка. То есть, такое же орудие, как у тогдашней Т-44. Какое-то время покатавшись на этом танке в топе списка, я, конечно, покайфовал и нормально так потанковал. Ну а потом, попадая к 9 и к 10, я познал всю боль. Потому что машина моя не ехала, уехать от какой-то 9 и 10 я не мог, танкануть тоже брони не хватало. Ну а про пробитие я вообще молчу. Пушка старая от 44 ничего не пробивала, особо не попадала, да и ДПМа там тоже особо не было. И если все-таки та же 44-ка, наша старая до апа, кое-как крутилась и вертелась, именно опять за счет маневренности и динамики, то есть в боях с десятками она не могла выступать как полноценная СТшка, она скорее выступала как этакий жирненький светляк. То есть, ей более-менее можно было как-то отыгрывать. То Т-54 первый образец, будучи прям танком, никак не мог нормально фармить. Потому что в топе он, да, был весьма неплох, но в середине и внизу списка он не мог отыгрывать роль СТ за счет своей слабой динамики, не очень хорошей пушки и брони, которая с девятками и десятками ничего показать не могла. И так, друзья, было до 2018 года, пока разработчики не стали многие прям танки апать. Первое улучшение образца произошло в патче 0.9.12, тогда разработчики сделали совсем немного. Просто уменьшили разброс на 100 метров с 0.38 до 0.36, плюс улучшили ДПМ, было 8.1 секунд, стало 8. И время сведения, было 2.6, стало 2.4. Но на этом они не остановились. Уже в патче 0.9.13 вместе с Т-44 бронепробиваемость образца увеличивается на несколько единиц. Было 175 и становится 183. И очень жирный ап происходит уже в патче 0.9.20, когда разработчики снова понимают, что предыдущих апов было недостаточно. Тут уже все по-серьезному. Стабилизация от поворота ходовой и от движения ходовой увеличивается на 9%. Стабилизация при повороте башни улучшается тоже на 25%. Время сведения еще сильнее, бустится и уменьшается с 2.4 до 2.2. Ну и главное, наверное, обзор. Он был до этого 360 метров и образец был достаточно слепой. СТ-шка 8 уровня, а разработчики сделали 380. Плюс усиленно бронирование башни. Раньше оно было 180, а разрабы решили сделать 200. Плюс, опять же, бронепробиваемость. Было 183, но разработчики в патче 0.9.20 апнули до 190. И, кстати, не забыли про УВНы. С минус 6 до минус 7. И вот, казалось бы, после такого жирного апа в патче 9.20 танчик должен был классно заиграть, но, увы, друзья, не заиграл. Все еще в списке самых неприятных премтанков Т-54 первый образец был, ну если не на первом месте, потому что на первом месте у нас там разные Тоги 2 и прочие извращения, ну где-то там, наверное, в пятерке самых неприятных. И разработчики начали чесать репу. Блин, что же нам делать с этим танком? Как нам еще его улучшить? Нельзя же ему еще сильнее апнуть бронепробитие, броню или обзор. Нужно что-нибудь другое. Какая же у него там осталась самая такая неприятная особенность, которая больше всего бесит игроков? Ааа, динамика. Господи, точно. Самая убогая динамика среди всех советских танков, ну, средних 8 уровня. И, наконец-то, друзья, в патче 0.9.22, который у нас прошел под красным флагом советской техники, этому среднему танку премиуму апнули движок с 520 убогих лошадей до нормальных 760. Собственно говоря, друзья, у нас тот же движок появился, который все это время долго был у Т-44. И динамика у нас, друзья, стала совершенно другая. И вот, дорогие зрители, тестируя на общем тесте патч 0.9.22, я в основном выкатывал высокоуровневую технику. Там новая советская по Т-САУ. Разные там имбовые тяжа. А про образца немножечко забыл. И вот под самый только конец стрима я взял эту машинку и выкатил ее, если не ошибаюсь, на карте Священная Долина. И я ни на что не надеялся, потому что я слышал, что эту машинку очень много апали. Ей там и того давали, и сего. Но она до сих пор оставалась унылой какашкой. Ну, потому что, ну, неиграбельна она была. Неиграбельна она была. В топе, да, окей, но с девятками и десятками не очень. И тут, с новым двигателем, эта тачка реально заиграла. Вот это вот, знаете, вот как раз в такие моменты приходит озарение. Что это как раз то, чего этой машине долгое время и не хватало. Ей реально при ее броне и орудии просто не хватало нормальной динамики. Чтобы она в каких-то ситуациях могла куда-то доехать. Чтобы она в каких-то других ситуациях могла откуда-то уехать. Чтобы она просто не была слоупоком. Согласитесь, друзья, что в нашей игре очень мало средних танков, которые реально супер-пупер медленные. И даже если таковые есть, ну, они не очень играбельны. Вспомните того же хомяка. Офигенный барабан. Нереальное количество урона на девятом уровне. Но огромные размеры и слоупочность. И из-за этого он просто вызывает какое-то отвращение. Да, есть, конечно, любители этого танка, я не спорю. Есть чуваки, которые на нем держат очень хороший зрительный урон. Но, опять же, так же само очень многим он и не нравится. То же самое было с образцом до патча 9.22. Слабая динамика, которая обсирала, в принципе, все на корню. Но сейчас, друзья, с этим новым двигателем, Т-54 первый образец из одной из самых неприятных прем-машин превращается, конечно, не в МБУ, но в приятную и комфортную машину. Потому что давайте почитаем, что же у нас есть по итогу. По итогу, на восьмом уровне, у нас есть, в принципе, неплохое орудие, похожее на пушку от Т-44, только ТТХ немножечко хуже. Скорострельность 7.5 выстрелов в минуту, 190 пробития, 250 урона, разброс 0.36 и время сведения 2.2. Пушка Т-44 только по некоторым нюансам чуть-чуть лучше. В общем, вполне себе неплохое орудие, как для советского СТ восьмого уровня. Да и не спорю, у некоторых других СТ восьмого уровня пушка намного интереснее, пробивнее и комфортнее. Но, друзья, мы тут имеем дело как бы с советской СТ, у которой есть другие, тоже интересные плюсы. Что касается других плюсов, это прочность 1300 и броня. Вот самое главное, друзья, что вам нужно знать про Бороса, это то, что теперь при хорошей динамике у него есть реально классное бронирование. Лоб башни 200 мм с наклонами по краям. Наклоны пробить практически невозможно. Там проведенка 350-460. Сам лоб, конечно, пробить можно, потому что там, где без наклона, там всего лишь 205 мм, а там, где небольшие наклоны, ну, там может быть 240-250. То есть, в саму маску танчик, конечно, пробивается, но в нее, как говорится, еще нужно попасть. Плюс у нас есть корпус, 120 мм под наклонами. Получается, что приведенная броня у нас от 200, где-то до 220-225. Конечно, я не спорю, что гарантированно танковать каких-то тяжей восьмого уровня мы не будем. Но при этом танкнуть различную мелочевочку, плюс получить какой-то рикошет, это вполне себе. Мы все-таки не 44-ка, мы все-таки не Пантера 2-ая, и мы все-таки не какие-то другие СТ восьмого уровня, типа Т-69 или Першинка. У нас корпус достаточно крепкий. Плюс, друзья, борта. Борта 90 мм. Кто-то из вас скажет, что мало, но, друзья, я этими бортами вполне себе комфортно танковал на улицах Харькова каких-то Эмили, которые действительно, ну, видимо, по причине своей природной глупости, не догадывались, что пробить борта под такими наклонами меня просто-напросто невозможно. Ну и, наверное, друзья, не менее важно, это, наконец-то, адекватный обзор 380 метров, который забустится разными вашими перками и оборудованиями, и, может быть, даже получится там где-то 420 или 430, и можно, то есть, посвятить и для восьмерок, и для девяток. Ну и это, конечно, нормальная динамика. Да, максималка у нас всего лишь 44, в то время как у Т-44 обычного 51 км в час. Но это нам не мешает эту 44-ку нормально набирать и, в принципе, динамично двигаться. Ведь проблема у образца всегда была не с максималкой, а с тем, что он эту максималку практически никак не мог никогда набрать. Разве что, наверное, с горки, как мешок с какими-то неприятными наполнениями. Вот, а сейчас машина наконец-то начала ездить, наконец-то она начала куда-то доезжать, и, наконец-то, она может себя почувствовать нормальной, здоровой СТ-шкой. То есть, раньше у нас была какая-то СТ-шка курильщика, а сейчас это СТ здорового человека. По итогу, друзья, я не могу сейчас смело и настойчиво рекомендовать образец к покупке. Нет, наверное, все-таки на восьмом уровне даже среди советской техники есть, наверное, какие-то более интересные и нагибучие машины. Например, тот же Защитник. К сожалению, он только редко продается. Но, если у вас был уже в ангаре образец, если вы еще не успели его обменять под Рейд-Ину, не делайте этого. Это сейчас реально стала добротная, нормальная, хорошая машина. Да, я не буду говорить, что вы будете комфортно играть с десятками, потому что, наверное, ни одна СТ-восьмого уровня комфортно себя с десятками чувствовать не может. Особенно в нынешнем рендоме и на нынешних некоторых очень кривых картах типа Аэродрома или Рыбацкая Бухта. Но нормально более-менее играть на уровне остальных СТ-восьмого уровня вы сможете. Ну, а если говорить про какие-то бои с девятками или даже с восьмерками или вообще в топе, ну, тут, чуваки, честно говоря, мне на самом деле даже образец больше нравится, чем Т-44. Хотя Т-44 всегда была, в принципе, не то чтобы моей любимой машиной, но приятной для меня. Сейчас образец реально на голову выше, чем обычный советский СТ-восьмого уровня, потому что при такой же примерно динамике, при такой же примерно пушке, у него реально крутая броня. То есть, если у нас Т-54 достаточно неплохо танкует на девятом уровне, то примерно так же с оглядкой на уровень у нас хорошо на восьмом уровне танкует Т-54 первый образец. В общем, разработчики сделали то, что надо было сделать. Они добавили мощности движку, и машина наконец-то поехала. Спасибо, ребята, что посмотрели этот небольшой обзор. Надеюсь, он вам понравился. Если вы со мной согласны, жмите лайк, подписывайтесь на канал, и мы с вами обязательно увидимся в каких-то новых видосах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok